Всем привет! Ещё одна коробочка с медвежонком из коллекции Кости, который предоставил мне их, чтобы я мог показать и рассказать некое своё мнение о том, что внутри. Скажу честно, этот нож выбивается из всех остальных ножей мастерской, потому что у него отличный дизайн. В смысле отличный, не в смысле классный, а в смысле он отличается. И речь сегодня, ребят, пойдёт вот о таком ноже. Это, ребята, получётки. До сегодняшнего дня я держал в руках только дешёвую копию от Кабанов. У меня такая была из стали D2 с шуршающим подшипником. В общем, редкостная гадость. Это же, на самом деле, нож, который когда-то, я уверен, стоил более-менее вменяемых денег. Сейчас он стоит целое состояние. И там на Ганзе иногда проскакивают такие всякие разные предложения, типа, поменяю получёткого на квартиру или на машину, ещё на что-то. Но я, опять же, образно. За что мы платим? Ребята, мы платим, как всегда, за безупречное исполнение от мастерской братьев Широгоровых. Мы платим за дизайн Дмитрия Синкевича, также известного как Сидис. Я думаю, что по строю клинка вы сразу здесь найдёте общее с ножами Фантони, для которых он делал дизайн. Здесь же вы увидите что-то общее с ножами Зеро Толеранс. 4.5.2, 4.5.0. Ну, вот тут всё понятно. Ну, на самом деле, ребят, ну, самое безупречное исполнение. Это вот отличный нож. У него очень интересные формы. Но, опять же, ребят, это на полку. Это жутко дорогая вещь, которая сделана крайне качественно. Давайте посмотрим. Присутствует у нас вот такая чудесная гравировочка. Синкевич дизайн внутри лазером. Внутри всё шикарно обработано, облегчено. Но ни грамма, ни граммочки просто лишнего веса. Очень красивые кастомные винты. Просто шикарно выполненный клин. Хорошая длина. И, допустим, если бы эти ножи были более доступными, это был бы шикарный резак. Как альтернатива, кстати, ребят, я знаю, что у Custom Knife Factory сейчас есть нож-сабля, который ещё больше и такой тоже очень неплохо выглядит. Это, конечно, не Синкевич, но нечто похожее. Я очень постараюсь в ближайшие дни раздобыть его и показать вам в видео. Вот. Что касается ножа, ребят, честно скажу, вот ничего общего с той копией, что я держал в руках. Этот нож куда круче. Вот ты его когда берёшь... Ну, вообще тут нет сомнений, ни капельки, что это имиджевый, что это крутой нож. При том, что этот нож из партии в 200 штук и имеет номер 181. О чём нам свидетельствует вот эта вот гравировочка внутри. Вот. Ну, и сведения, ребята, как всегда. Вот этот потрясающий Stone Wash после полировки от мастерской мне всегда очень нравился. Я всегда мечтал что-то такое себе научиться делать, но, к сожалению, руками в домашних условиях такое не получается делать, потому что у клиночка все вот даже самые труднодоступные места все отгалтованы просто идеально. Везде сняты фасочки, везде всё очень красиво продумано с точки зрения дизайна. Обратите внимание, даже вот здесь есть некая асимметрия в расположении винтов, которая, в принципе, даже не бросается в глаза. Тут понятно, что это сделано технологически для того, чтобы лучше держался бэкспейсер, ну и чтобы клипса не перекрывала вот этот вот винт. Очень мне нравится, как здесь реализовано темлячное отверстие. Вот так вот за клипсу. Очень здорово выглядит. Ну и фрейм с сухариком, с отличным подшипником. Просто шикарно. Прошу прощения, проснулся у меня ребёнок. Даёт там жару сейчас жене. Я пока рассказываю вам про ножи и всё остальное. Нож, вот прям на самом деле, ребят, весь такой вылизанный, весь шикарный. Я тут сижу, хвалюсь, хотя говорю, что компания для меня закрыта. По одной простой причине это цены. Но во всём этом ноже, во всей этой прелести, есть у меня вопрос к ножу. Я немножко не понимаю вот эту вот щель в бэкспейсере. Либо она должна быть как-то больше, чтобы она выделялась, либо её не должно быть вовсе. И мне немножко непонятны вот эти вот торчащие углы. Вот я говорю про вот эти места. И про то, что бэкспейсер как-то вот, ну, странно очень, он утоплен вовнутрь. Вы видите, что тут есть бортик. И вот здесь вот он вот так вот выпирает немножко. Вот так вот он торчит. Да, вот чтобы вам было понятно. Мне немножко вот это вот непонятно, да, с точки зрения вот этого шикарного всего продуманного синькевичского дизайна. Может быть, так и было, конечно, задумано. Но мне кажется, что это как-то вот просто немножко не доделали. Что касается клипсы. Клипса в меру жёсткая. Такая же, в принципе, как и с клипсами. Скажем так, на широгоровых проблем меньше всего. Но всё-таки нож имиджевый. Но зато я теперь в руках повертел. Я теперь понимаю, что это. Я могу смело сказать, да, я вертел ей этот получёткий. И с точки зрения, ну, ребят, тут механики, тут вообще никаких вопросов не может быть. Это широгоровым за ногу его. На этом и всё. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok